Акили Манзотти Акили Манзотти Акили Манзотти Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Синьор, скажите, что он... что он там делает? Встает из гроба. Медленно, медленно. Идет к ней, сжимает ей горло ледяной рукой смерти. Медленно, 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 медленно. Идет к себе домой. Как сейчас помню, это было во вторник, перед Великим постом. Что? Что? Давай быстрей. Кто там? Испугался? Да нет, что ты. Испугался при моей-то работе. Я еще в такой ответственный момент. Ну, пойдем. Нам на какой этаж? На пятый. Правда, с лифтом. Как неловко получилось в кино. Да ну ерунда. Не сочти меня трусам. Не сочту. Я никого на свете не боюсь, честное слово. Даже самого дьявола. Приехали? Тихо. Не шуми, а то соседи услышат. Не буду, не буду. Нет. Вчера у нас было третье свидание. Думаю, Стефания согласилась исключительно из жалости. Однако, не только приняла мое приглашение заглянуть ко мне домой, но и дала понять, что на сей раз у меня есть надежда. Еще хочешь? Нет, спасибо. Я могу чувствовать себя как дома. Конечно. Если хочешь, прилечь. Да нет, нет, нет. Я надену что-нибудь домашнее. Ты не против? Не волнуйся, любимый. Стефания. Да? Нет, ничего. А, потерпи я скоро. Да, да. Сейчас великий маг Джука Сказелла проведет сеанс гипноза. Внимание. Я обращаюсь к зрителям, которые сидят у телеэкрана. Слушайте внимательно. Смотрите мне прямо в глаза. Вот так. Поднимите руки. Заведите их за спину. Скрестите пальцы. Хорошо. Ваши руки сплелись. Сомкнулись. Теперь вы не сможете их разомкнуть. И все же что-то вас гнетет. Да, бывает. Почти все время. А ко мне вы пришли в первый раз. Однако я с первого взгляда вижу, что у вас так называемый психологический ступор. Коль скоро вас мучают необоснованные страхи. Вы должны быть со мной предельно откровенны. Давно ли вы в последний раз имели связь с женщиной? Четыре. Четыре месяца? Нет. Четыреста. Четыреста. Четыреста месяцев? То есть вы почти сорок лет не имели связи с женщиной? Да, я фактически девственник. Ну вот, этим все сказано. Вы боитесь быть мужчиной? Нет, я пытаюсь им стать. Это только одна видимость. Вы торгуете недвижимостью? И как идут дела? Делах хорошо, плохо. Из рук вон. Иначе и быть не может. Вам надо обрести уверенность в себе. Самоутвердиться в профессиональном плане. Понятно? Надо взять быка за рога и стать хозяином своей судьбы. Клиентов встречайте во всеоружии. Сигарета в правой, зажигалка в левой. У нас есть то, что вам нужно. Сигарета. Зажиг... Сейчас. Сейчас, одну минутку. Так. У нас есть то, что вам нужно. Очень хорошо. Какой дом вам нужен? Мне бы квартирку на уикенд. На уикенд? Ну что ж. Мы работаем с клиентами любого достатка. На какую сумму вы рассчитываете? Ну, миллиона четыре, пять. Четыре. Пять. Пять. Четыре-пять миллионов за квартирку на уикенд? Дай сюда сигарету. Вон отсюда. Вон. Вон. Шутки шутить. Убирайся вон. Вон. Шутить со мной, когда я переживаю самый трудный момент в моей жизни. Да за четыре миллиона собачью конуру на пустыре не купишь. Мошенник, проходимец. Только честных людей от дела отрываешь. Вон. Вон. Фракия. Это вы отрываете людей от дела. Зарубите себе на носу. Вы мне всю пляж проели. Другого такого лавотряса в нашей компании нет. Вы бездельник, вы тупица, а столоб. Вы только и умеете, что, клиентов отваживать. Если через три дня не принесете мне в зубах контакт, можете считать себя уволенным. То есть, как уволенным? Уволенным, если не найдете выгодного клиента. Я понял. Понял, понял. Я найду клиента, который за ценой не постоит. Вот, увидите. Знакомьтесь, мой напарник. Где? Вот, компьютер. Компьютер, какая прелесть. Первый раз вижу. Вы позволите? Нет, постойте. Это очень тонкое устройство. С техникой нужно уметь обращаться. Я сам его запущу. Готовы? Поехали. Извините. Что, поехали? Я пока не умею ему управлять. То есть, умею, но не совсем. Понимаете, не полностью. Попробуем еще раз. Минутку. Минутку. Значит, однокомнатная? Не понял. Что значит однокомнатная? А вы чего хотели? За 4 миллиона. Нет, нет, извините. Я вам сразу сказал, мне нужно 5 комнат. Ко мне на уикенд вся родная жена съезжается. А кроме того, прошу учесть, к 5 комнатам мне нужны 5 ванны. Я многое готов терпеть, но ванна у меня должна быть только своя. Ничего себе. И все за 4 миллиона. Можно поторговаться. Вот как. Ну, это меняет дело. Тогда вперед. Так. Так. Вот. Вот, что? Вы же видите, взмокли. Вот. Прошу вас. Поздравляю. Дом на уикенд. Всего за 4 миллиона. В еловые рощи. В Трансильвании. Так. Прошу вас. Распишитесь. Вот здесь. Вот здесь. Нет, нет. Посмотрите. И он ваш. Погодите. Вы только не подумайте, что я вам не доверяю, но... Прежде чем заключать сделку, хотелось бы все-таки знать. Где он, этот замок? В Трансильвании, говорите? А где это? Что? Ну, Трансильвания это. Трансильвания это. Вот здесь вот час, полчаса на машине. Полчаса. Да. Тогда поехали. Нет, лучше завтра с утра. Я за вами заеду на машине. Чтобы нам на бензин не тратиться. Согласен. Замок, 30 комнат, 5 ванных. Заложен в 1845 году в имении графа Влада. Доброе утро. Доброе утро. Видите, я поднял вверх. Прекрасно. Это ваши вещи? Да, мой багаж. Весь? Весь? Что? Вы насовсем переезжаете? Видите ли, я привык путешествовать с комфортом. С комфортом? Ну вот, порядок. Когда ты окружен комфортом, дорога не так оставляет. Я могу целый день ехать и нисколько не устаю. Тогда я включаю. Не лезьте своими лапами. Вы же не умеете с техникой обращаться. Смотрите, как это делается. Вот так. Вы хорошо изучили маршрут? Разумеется. Мы сейчас... Сейчас мы... Вот здесь. Вот здесь. А через полчаса мы попадем... Вот сюда. В чем дело? Мы заблудились? Нет, нет. Не волнуйтесь. Время затратили чуть больше. Но, в конце концов, попали на то самое место. Простите, и сколько мы уже в дороге? Да, совсем чуть-чуть. Чуть-чуть? Мне кажется, мы едем целую вечность. Что вы, ну, припозднились немного. Пробки, то да сё. Но, в целом, мы уже прибыли. Откуда столько пыли? От потока впереди идущих машин. Но вы не тревожьтесь. Зовлем я ас. Мы их мигом обгоним. Эй, дорогу, дорогу, ты, козёл. Что вы делаете, фракья? Держите руль. Вы куда? Куда? На помощь. Простите, можно теперь я поведу? Нет уж, хватит с меня вашего лихачества. Но я уже два часа её толкаю. Толкайте без разговоров. Что это? Видите, как здесь красиво одеваются? Кто? Кто? Люди? Или не видите? Стоп, стоп, харчевня. Харчевня? Какая такая харчевня? Тормозите. Торможу, тормозите. Торможу. Так, стоп. Ну что? Прибыль, где ваша харчевня? Харчевня. Поставьте наручник. Добрый день, добрый день, честной компании. Добрый день. Простите, сеньора. Где тут у вас автосервис? Что? Кому? Не понимаю. На каком языке они говорят? Это местное наречие. Но я его знаю и смогу перевести. Автосервис, да? У нас поломка, машина сломалась. Пришлите сюда, механика. Он прямо сюда придёт? Но только у нас двигатель на бензине, а не на дизельном топливе. Пришлите, пожалуйста, механика. Пойдёмте сядем. Нам нужно в замок, так что поторопитесь. Спасибо, спасибо. Вы очень любезны. Спасибо. Только побыстрее, слышишь? Сейчас он приведёт механика. Нет. Не пейте это пиво. Нас приняли за туристов, которых тут вечно грабят. Поэтому нам надо самим поискать. Не волнуйтесь, я сейчас найду механика. Не волнуйтесь. Да я не волнуюсь. Простите. Сеньор, где здесь автосервис? Он что, глухой? Да нет, не то чтобы. Я не думаю. Подождите, я сейчас всё устрою. Не беспокойтесь. Прошу прощения, сеньор. Вы говорите по-итальянски? Нет, видно, не говорит. Машину починить, поняли? Механик. Механику. Автосервису. Пожалуй, лучше вызвать по телефону. Где телефон? Телефону. Дрин-дрин. Дрин. Дрин-дрин? Да, именно. Катерина. Ну, слава богу. Катерина, это телефон. Сейчас нам телефон сюда принесут. За столик? Да. Дрин-дрин. 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 Объясните им, что нам нужно. Не волнуйтесь, я сейчас. Простите. Простите, пожалуйста. Ну, вот видите, я им всё объяснил. Наконец, я хоть что-то начинаю понимать. Простите, пожалуйста. Эй! Пракья! 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 А мы что, пять сюда приехали? Пойдёмте! Извините. К模ка? Да, конечно, вы правы. Одну секунду. Будьте добры, люди! Мы приехали сюда переговорить с графом Владом. Фракья! Фракья, смотрите, все ушли? Не все, не все, один остался. Вы не знаете, как найти графа Влада? Замок графа Влада? Слава тебе, Господи, хоть один по-нашему понимает. Ну да, замок графа Влада. На помощь. В чем дело? Ни в чем, ни в чем. Все в полном порядке. Да, но я слышал странный звук. Замок занят. Вот что, Фракья, если замок занят, нам тут делать нечего. Высиление, такое хлопотное дело, я это знаю. Простите, сеньор Нотариус, а кем он занят? Графом Владом. Графом Владом? Что за бред? Смотрите, читайте. Не морочите мне голову. Ладно, я сам прочту. Значит так, замок является собственностью компании Всемирная недвижимость с 1854 года. Стало быть, граф там проживает. Незаконно, я ему за это морду набью. Прошу извинить, но мне пора. Солнце садится. И куда же, если не секрет? Мне надо отвезти дочь домой, пока не поздно. Она у меня детственница. Вы можете оставаться. А мне пора. Простите, чувствуйте себя как дома. Извините, сеньор. Фрак, вы что-нибудь поняли? Я ничего. Куда он ушел? Да, здесь нотариусы имеют обыкновение. Уходите. Говорил, говорил, вдруг нате вам. Да. По-моему, он просто невежа. Да нет. С меня хватит. Постойте, я посмотрю бумаги. Смотрите. Сейчас. Пылище. Давайте я прочту. Читайте. Итак. 1 января, год 1854, это Рождество Хустого, заложен был сей замок на холме по велению владителя графа Йозефа Владимира Венчеслава Влада, рожденного в Вулкане 2 ноября 1421 года. Так, 421-го? И сколько ж ему? 575 лет? Извините. Ах, да-да, здесь исправлено. 1921-го. 921-го. Обычная уловка, понимаете. И что ж теперь делать? Сейчас поищу оригинал. Их номер 2, греческая. Пи, игрек, пять, восемь. Погодите, прошу прощения. Ождите здесь. С места не сойду. Я мигом. Кто здесь? Вы тоже ищете документы на владение замком? А вы в архиве работаете? Кто вы такой? Меня зовут Каспар. Охотник за вампирами. А меня Джан Доменико Фраки. Заклинатель. Нет, торговец недвижимостью. Хотите купить замок Влада? Нет, я хочу его продать. Откажитесь от этой затеи. То есть как откажитесь? Что вы, для меня это вопрос жизни и смерти. Если я не продам замок, меня с работы выгонят. Тогда позвольте вам помочь. Вы предлагаете мне место, берёте на работу, да? Вы не знаете, кто такой граф Влад. Это исчадие ада. Но я до него доберусь, поверьте. Я давно хожу вокруг этого замка. Вы тоже на него претендуете? Да. Правда? Да. Серьёзно? Да. Ну что, фраки, нашли? Иду, иду. Вы не шутите? Пойдёмте со мной. Наконец-то нашёл. Нашли? Нашёл, не перебивайте. В общем так, если вас интересует замок, прекрасно. Если нет, я умываю руки, поскольку я, наконец-то, нашёл настоящего покупателя. Что вы нашли? Другого покупателя. И где же он? А вот он. Если так, будьте здоровы. Нет, нет, нет. Что вы, я пошутил. Послушайте. Не губите. Ну ладно, фраки. Хватит разговоров. Завтра идём в замок. Завтра идём в замок. Завтра идём в замок. КОНЕЦ Идёмте, идёмте. Сейчас мы с вами хорошенько перекусим. Местная кухня славится своими изысками. Нет, я признаю только итальянскую кухню. Простите, здесь есть неаполитанская пиццерия? Что он сказал? Что сказал? Да так, ничего. По-видимому здесь... Простите, а где здесь пиццерия? Синьора, прошу прощения. Что она говорит? Говорит, что здесь есть одно изумительное блюдо. Она вам даст попробовать. Вот, счастливые. Все бегут по домам телевизор смотреть. Ну да, здесь всё не так, как у нас. Жизнь такая размеренная. Что им ещё делать вечером? Ведь тут совсем ничего не происходит. А это что? А это типичное выражение радости в Трансильвании. Неужели? Ну да. Ведь я всемирно известный трансильванолог. Зонтик, зонтик! Вы что, фракия? Конорейки испугались. Нет, но у этих конорейок странные траектории полёта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Похороны. Добрый знак. Сколько раз отвердил Каспар? Этого надо было ожидать. Но он был так уверен, что одолеет Дракула. Вы сразу уедете? Нет. Сперва сделаю кое-какие дела. Подъездная аллея вся в ухабах. Учтите это, Фракхи. Или, может, во всем таксист виноват? Да-да, конечно. Ведь это стилизованное такси. И поэтому... Зато какое зрелище. Какая природа. Какой вид. Сказочный лес. Дышите же. Дышите полной грудью. Не дышите. Что это, Фракхи? Где? Где-где? Вы что, не слышите? Волки воют. Волки? Да. Ну что вы, здесь нет волков? Как нет? Обыкновенно. Волки ведь... Знаете, как воют? Волк воет вот так. А это вот как. Спасите! Вы что? Виноват. Спасибо за зонтик. Возьмите. Я угодил рукавом. В зубы волка? Нет. В коляске. В коляске? В такси. Откуда у такси зубы? Крестьяне голодают. Крестьяне? Да. И что, нападают на проезжих? А голод не тетка. Фракхи, что вы болтаете? Черт возьми, Фракхи. Что это? Ничего. Кстати, мы уже приехали. Подождите, я пойду с докладом. Хорошо. Значит так. Никакого замка я не вижу. Со мной произошел... Доброе утро. Что? Нет, нет. Это мой телевизор. Нет, 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 нет. В чем дело? Фракхи. Где он? Фракхи. Куда вы пропали? Фракхи. Ах, вот он. Вы что, уснули, Фракхи? Не могут только спать этому болвану. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Ну же, ваш таксист выкинул все чемоданы. Кто? И мой телевизор в придачу. Не стойте вы столбом. Фракхи, надо что-то делать. Задержите его. Нет. Черт возьми, Фракхи. Мне надоело за вами таскаться. Минуту, минуту. По-моему, замок, замок. Вот он. Видите? Вот. Хорош. Ну, пойдемте, Фракхи. Берите вещи, поживее. Да, беру вещи. Берите вещи и пошли. Я... Пошли. Берите вещи. Беру, беру, беру. Давайте, давайте. Живо. Пошевеливайтесь, Фракхи. Вы что? Зачем стучать? Это что, фильм ужасов? Здесь же есть колокольчик. Смотрите. Вот он, колокольчик. Вперед. Пошли. Осторожно, голову. Что? Голову не зашибите. Сам знаю, не лезьте со своими советами. Да-да, виноват. В этих замках надо быть на чайку, поскольку того и гляди, получишь по б... По башке. Идемте, идемте. Иду. Видали? Кого? Ну, черта не видит. Кто? Не видит ни черта. Кто? Он? Он. Извините, сеньор, у нас много вещей. Вещи отнесет Борис. Пойдемте, пора вступать во владение. А в какую сторону идти? Сюда или... Будьте так любезны, следуйте вот сюда. Он показал сюда. Это значит, он туда. Нет, туда. Здесь мрачновато, Фракия. Вы не находите? Да нет, нисколько. Позвольте представиться. Джан Доменико Фракия из всемирной недвижимости. Я знаю. Пойдемте, нас тут знают. Нам надо срочно переговорить с графом Владом. Графа уведомили. Но сейчас он отдыхает и примет вас позже. А пока я вас провожу в ваши покои. Здравствуйте. Дохлым козлом воняет. Ну что вы? Я бы не сказал. Нет, именно, дохлым козлом. Борис, отнеси вещи господ. Нет, нет, лучше я сам. Пожалуйте ваши шляпы, господа. А, да, да, спасибо. Вот. Дайте ему шлем, он его повесит в гардероб. Потом он повесит. А пока шлем полежит здесь. Прошу вас, пожалуйте. Вот это коридор. Очень хорошо, очень хорошо. Кто это шуршит? Мыши? Нет, боже, сохрани. В насильвании нет мышей. Это сводчатый коридор, как указано на карте. Он ведет... Виноват. Ведет в зал. В зал. В зал развлечений. Хобби. Кого? Хобби. Ах, развлечений, понятно. Чудненько. А это что? Канделябр? Да, да, это канделябр. Старинный канделябр. Если вам не нравится, можно заменить. Подумай. Вот здесь я бы все заново повелил, а здесь, на мой взгляд, надо сменить освещение, чтобы стало чуть-чуть повеселей. А вот еще один канделябр. К вашим услугам. А это что? Нет, нет, постойте, постойте. Нет, 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 нет. Я ее запер. Запер. Кого? Каналейк. Так, идемте, идемте, доверьтесь мне. Прошу, не бойтесь, бояться нет причин. Кто это? Человек читает. А почему? Почему? Потому что это не книги, а скучище смертное. Понятно. Пойдемте, пойдемте. Куда мы идем? Постойте. Значит, так. Что? Вы с другой стороны, да? Да, я вот здесь. А теперь куда? Так, минутку. Так. Так. Теперь мы идем. В Пелкс. В Пелкс? В Пелкс. Что такое Пелкс? Я карту случайно перевернул. В склеп. В склеп. В склеп. В склеп. Это... Подвал. Подвал! Пелкс. Надо же, какой странный язык в Трансильвании. Да, да. Осторожно. Осторожно. Ступеньки очень крутые. Так что вы говорили? Фракия. Фракия. Где вы, Фракия? Куда он опять делся? Я здесь. Здесь. Чуть не упал. Вот, напасть. Какой же это подвал? Где мы? Мы? Мы здесь. Вот здесь. Мы попали на кухню. Чувствуете, какой аромат? Это они нам ужин готовят. Чувствую, воняет дохлым козлом. Как дохлым козлом? Теперь не воняет. Пойдемте. Нынче мы полакомимся на славу. Смотрите. Нет, это... Это вы смотрите. За мной, за мной, за мной. Теперь мы спустимся в погребок. А где же бутылки? Какие бутылки? Это что, гробы? Да, но покойник в доме плохая примета. Это ведь гробы-то пустые. Вот, смотрите. Смотрите. Видите? Они... Что это вы в пляс пустились? Там тру... Тру... Труляля? Что вы сказали? Видали? Да. Там какой-то сеньор. Но ведь вы не суеверны. Нет? Нет. Знаете, что я вам скажу? По-моему, тут целый заговор. Нас хотят... Обеску... Обеску... Что? Обескуражить. Обескуражить. Язык забл... Да ладно вам. Ради бога. Вы отказываетесь? Скажите правду. Вы решили отказаться от дома. Слышите? Нас ужинать зовут. Ужинать? Ну, тогда я пойду. Ну, вот замок вы видели. Так что давайте... Давайте... Куда же вы? Осталось бы здесь. Вот здесь. Ах, здесь. Так вот я и говорю. Давайте письменно скрепим наш договор. Фрак, и об этом даже не заикайтесь. Я ничего подписывать не буду, пока не увижусь с этим Владом и пока он не освободит замок. Пока не освободит? Да ему такого пинка дам, подзар, что... Граф Влад с сестрой, графиней Анивией. Послушайте, а вам не кажется, что он был там, в Пелксе? В Пелксе? Ага. В склепе. Да, в склепе. Не говорите ерунды, Фраке. Там был покойник, а это, наверное, его родственник. Не сомневайтесь, у меня превосходная память на лица. Но ведь вы подслеповаты. В каком смысле? Ваше сиятельство. Добрый... добрый век, то есть день. С кем имею честь? Если меня слух не подвел, ты собирался дать мне пинка? Куда? Нет, господин землемер. Виноват. Я еще не определил точное место. И потом я не... Я... Фраке, хватит разводить демагогию. Позвольте представиться, граф. Артур Офеллини, покупатель. Джон Доменико, Фраке, посредник. Вашу руку. Не подавать ему. Руки. Не подавать? Мы еще успеем поговорить. Как вам будет угодно, граф. Ваше сиятельство. Кушать подано. 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 Мы, к сожалению, не можем разделить вашей трапезы, ибо соблюдаем особую диету. Пади вон, урод. Увы, мой организм усваивает все, что я ем. Не говорите, граф. У меня то же самое. Диабет, холестерин, гемоглобин. Вся кровь гнилая. Не угодно ли вина? Спасибо, вы очень люб... Глоточек. Будьте добры, еще глоточек. Налейте, так жажда мучит. Вы девственник, не правда ли? Положа руку на сердце, синьорина Анирия, мне как-то не удается. Сам не знаю, почему. Благодарю. Что тут поделаешь? Виноват. Но вы, кажется, забыли свой... Благодарю. Вы видели? Однако, надо признать, вы необыкновенно проницательны. Ведь мы, собственно, впервые с вами... Мне этого еще никто не говорил. Я умело маскируюсь, но... Но это... Ваша нога... Ваша... Девственник. С каких уж пор я их не встречала. Да, это нынче редкий... Товар. Товар? Какой товар? Я просто... Девственник. На что вы намекаете? А я родился под знаком Тельца, и мой гороскоп на эту неделю пророчит мне большую удачу, особенно в деловой сфере. Давайте я помогу. Вот почему я согласился проделать этот путь вместе с сеньором Фракей, дабы заключить договор. Отложим эту неприятную дискуссию до прибытия моего адвоката. Надеюсь, он не запоздает. Это очень пунктуальный человек. И вдобавок жених моей сестры. А пока... Будьте моими гостями. Покорнейше, прошу простить, но завтра с утра мы должны быть у меня в конторе, так что после ужина мы, с вашего позволения, подпишем договор и откланяемся. Почему откланяемся? Давайте подождем. Нет, мы не можем задержаться в этом ни под каким видом. Нет. Да, мы... Да, мы подождем. Истеприимство отвергать нельзя. Это дурной знак. Более того, это попросту невежливо. Ну, тогда завтра с утра с первыми лучами солнца подпишем договор и... на уток. До утра вы еще десять раз успеете передумать. У нас целая ночь впереди. Целая ночь? Ах, да. Ну, тогда я поел. Это... это... рука. Ваша рука. Да чего же ароматное жаркое? Честное слово, просто... просто... незабываемый... вкус. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Не хотите ли... послушать музыку? А ко мне до Волчи У него голос изменился Послушай, ты, Фраке Мне кажется, он малость того Кто? Граф Нет, нет, это голос Голос Катерины Дочери хозяина Харчевни Что за глупости? Уверяю вас Это он лежал в гробу В его организме все усваивается Вам усваивается Опять у вас навязчивые идеи, Фраке Я же вам уже объяснял Покойник, значит, покойник Все, не о чем говорить А не верите, спуститесь вниз Откройте гроб и убедитесь Пойду вниз, открою гроб и убедюсь Правильно Может, вам тогда перестанет мерещиться Всякая чертовщина Я пошел Минутку Всякая чертовщина Слушай ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Хватит, прошу вас, хватит Куда? Стой, стой Нет, подожди Да стой же Вампирша Куда ты? Подожди, не беги, послушай Стой, стой Вампирша Спокойно Спокойно Я все тебе объясню Стой, ну как ты не поймешь Не надо, не надо Умоляю Это моя комната Моя кровать Мне очень Мне очень повезло Я ждала тебя Кто это? Слава Богу Слава Богу, синьорина Это вы А я уж было испугался Виноват, я совсем голову потерял Вам известно, что в подземелье этого замка За мной только что гналась вампирша Что? Что с вами? Я ждала тебя всю жизнь Что вам не нравится? Костюм? Прическа? Вы так на меня смотрите Знаете, я очень рад, что вы здесь О том, мне совсем не с кем поделиться Откровенно говоря, я не понимаю, как женщина может существовать в подобной обстановке Здесь живут такие странные люди Виноват Это, конечно, не мое дело, но вашего брата я в гробу видел В склепе он был скорее мертвый, чем живой, а в столовой скорее живой, нежели А правда, что ты за всю жизнь не знал ни одной женщины? Да нет, я, собственно, знал тебя многих Взять хотя бы моих сослуживиц Да и Стефания Она мне почти, почти невеста Мы часто ходим вместе ужинать и в кино Я в кино хожу Со Стефанией Но любовью ты с ними не занимался? Занимался Даже не знаю Вы так на меня смотрите, что язык не поворачивается солгать Я любовью никак не получается Повернись Куда повернуться? Я жажду твоей любви Закрой глаза Закрываю Ты мой Закрываю Чувствуешь мои руки? Они у вас прохладные, как руки покойницы Сейчас я склонюсь над тобой и поцелую тебя в шею Хорошо, а что дальше? Вы хотите, чтобы я вам помог? Маслёй, Анилия Вы по какому праву? Теперь что, уже и стучать не положено? Завтра ты выходишь замуж Это окончательно Я дал слово Между нами ничего такого не было, только поговорили и всё Это ты дал слово, а не я Вот, мой жених Виноват, Синьорина, но раз он дал слово Ты молчи Анилия, ты смеешь меня перечить? Нет, нет, Синьорина, нельзя перечить его сиятельству Видите, он и так разгневан Неужто из окна? Выбросилась Неужто из-за меня? Она вернётся, вернётся, но ты запомни Послушайте, граф, я вашу сестру пальцем не тронул Я клянусь Клянусь Не клянись Да нет, ей-богу, слово даю Вы совершенно зря на меня взъелись Скажите, пожалуйста Такой радушный хозяин И зверь мрачит, чуть что не по нём Так вот, мой милый Я тебе зубы-то пообломаю И уши оборву И нос прищемлю Ты меня ещё узнаешь Что? Что с вами? Да нет, вы меня не так поняли Нет-нет, я не хотел вас обидеть Я удаляюсь, удаляюсь Немедленно удаляюсь Где он? Ещё одна вампирша Нет, сеньорина, уверяю вас Моя кровь совершенно непригодна для высасывания И сплошной холестерин К тому же я далеко не девственник Напротив, я бабник Вы себе не представляете Сколько девушек я перепортил Ужас Даже одну бородатую привратницу С кем я только не путался С одним чёрным матросом Жил целый год Не верите? Нет? Да верю, верю Будь вы хоть девственником Мне-то что? Я не вампирша Видите? Как? То есть как? Не вампирша? Тогда прошу прощения Я уже ничего не понимаю А кто же вы тогда? Кто вы? Шорелла Гулуна Сестра Каспара А я... Меня зовут Фракки Агент по торговле недвижимостью Кто там? Кто? Пойдёмте скорее Да нет, сеньорина, никуда я не пойду Поймите, там внизу моя последняя надежда Клиент по фамилии Теллини Этим крестом Дракула не отгонишь Дракула? Может мне позвонить по межгороду, сеньору Феллину? Куда мы? Пойдёмте Что там? Нам повезло Внизу стоит телега с сеном Надо прыгать Куда? Я пока ещё в своём уме Или прыгай, или попадёшь в зубы Дракули Да? Что же делать? Виноват, а другого выхода нет? Нет, другого нет Ну тогда, наверное, надо прыгать Не бойся, это всё равно, что в бассейн с вышки Совсем забыл Я плавать не умею Спокойно, давай, прыгай Ах ты, Господи Ну что, жив? Жив, жив, в порядок Луна, ты была права Это не опасно Прыгай, я тебя поддержу Виноват, сеньор Я сломал вашу коляску Моя компания оплатит Оплатит ущерб Я не виноват Здесь живут такие странные люди Вот я и Слава Богу, что я встретил Нормального человека Виноват Постойте, где, где мы? Пусти меня Пусти меня Пусти меня Что, что, мы опять в замок? Ваше сиятельство Прибыл адвокат Прошу вас Проходите, друг мой Рад вас видеть Добрый вечер С приездом Это Ваша подруга? Нет, нет Я ее прежде не видел Клянусь Не клянитесь Красавица Кто вы такая? Луна Сестра Каспара Борис Уведи ее О ней подумаем чуть позже На досуге Борис Ты слышишь меня? Уведи ее Немедленно А теперь о вас Я испанский танцор Дилетант Одним словом Я никуда не спешу Вполне могу явиться И на будущий год Это мой адвокат Весьма Польщен Можете обсудить с ним Все детали выселения Синьор Фрак Я намерен выселить меня Из моего родового замка Но я Прошу прощения Господин землемер То есть То есть Граф Если бы вы Могли мне синхронно перевести На язык закона То что собирается сделать со мной Ваш поверенный Я был бы вам Крайне признателен Пока же могу заявить Что мой интерес К покупке замка Стремительно угасает Ибо Покупатель Синьор Феллини С вашей легкой руки Благополучно Отсутствует Мое почтение Что такое Далеко ли вы собрались В Раке У вас очень знакомое лицо Вы телеведущий Нет 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 Я ошибся Тогда актер Нет Постойте В Раке Не подсказывайте У меня его имя На языке вертелось А вы меня сбили Погодите Не мешайте Я догадаюсь Я догадаюсь сам А Франки Франки Здравствуй Франки Влад Ты ему уже объявил Берегись Анирия Тогда я сама Ты напрасно приехал Франки Наша свадьба Завтра не состоится Мы с Франки Мы с Франки Никогда друг друга Не понимали Ты видишь К тому же Я люблю другого Она любит другого Вот не повезло Береги Мне его искренне жаль Его Меня Меня Да нет Вы заблуждаетесь Сеньор Я вовсе не расположен Прошу меня простить Франки Будь добр Веди себя Как подобает Да Франки Ты Господин адвокат Ведите себя прилично Вы не вспомнили его фамилию? Нет Нет Уверяю вас У меня нет Ни малейшего желания Жениться На этой Сеньорине Если откажешься Умрешь Умру? Ну зачем же так сразу? Что сразу? Вы же слышали Она сказала Умрешь Умирать я пока не готов Может Согласиться? Даже так Я понял Послушайте Господин бухгалтер То есть граф А третьего Не дано? Ну почему? Дано Так дайте мне Я заранее согласен Я все исполню Ты сразишься с ним С кем? С чуд С чудовищем Этого еще Не хватало Только при условии Граф Выбор оружия За нами Идет? Д'accord Мимо 40-0 Что? Что? Постойте Пустите Пустите Виноват Судья Как так? Почему 40-0? Ведь он промахнулся Ну что? Слепой? Ваша подача Пожалуйста Дайте мне шарик Так Целься Пли На подаче Адвокат Франкенштейн Прошу Возвращаю С благодарностью Ваша рука Гейм Победа присуждается Адвокату Франкенштейну Ты проиграл Нет, Влад Так не честно Ты передергиваешь Это низко и неблагородно В общем Либо ты дашь ему отыграться Либо я в любом случае Выхожу за него Она права Мы принимаем вызов С вашего позволения Мы сами выбьем оружие На позицию, господа Сдавайте Мне все ясно Эта игра Называется Покер Обжалованию не подлежит Граф Правила вам известны Выигравший Женится на Синьорине Анирии Проигравший Смирится С поражением Фраке Вы что? Да, да Смирится Вы меня право удивляете Что-то с вами не то Прошу прощения Граф Погасите Огонь его нервирует Погасите Но погасите Погасите, фраке Вы что, соберитесь Иначе последнюю рубаху Проиграете Но ведь это значит Даже если я проиграю Господин Земля То есть граф Пусть я проиграю рубаху Не беда Мне же не убьются это Правда? Убьют Ну уж Нет, извините, граф Борис На то мы порешим Кто выиграет Женится на Анирии Кто проиграет Потеряет голову Таковы правила игры Ну, фраке Что новенького? Правила? Какие правила? Кто проиграет Того Куда? Не понял Что это значит? В мясорубку В мясорубку Только в большую Ночь длинная Представьте Я решил не доигрывать партию Ужарайтесь, фраке Соберитесь силами Собираюсь, собираюсь Потерпите Пощадите Если я не выиграю Я пропал Но ведь вы только что Хотели проиграть А теперь А теперь уже Меньше Почему? Потому что я видел Этого Эту Кого? Туремщика Вы упасть Играйте Ну же, играй Все равно Проиграл Простите, граф Это еще неизвестно Пора, господин Рассвет Ну что? Будем заправляться? Я больше ждать не могу Да, что скажете, фраке? Я скажу Рассвет Что мне Мне Надо подумать Ах так? Вам надо подумать Таковы правила игры Ваше сиятельство Петух прокричал Солнце восходим Я слышу еще миг Один только миг Цветает нам Пора уходить Иду, только сделаю ход Но говорите Говорите скорее Говорите же Успокойтесь Господин адвокат Пойдем, Влад Мы не можем больше Задерживаться скорее И вы тоже, сеньорина Еще одно мгновение Правила это допускают Восемнадцать минут На размышления Стало быть Стало быть Вы сбросили карты Да? Из-за тебя Я не вытянул карту У меня теперь Был бы стрит-флэш Ну, будьте мужчиной Играть Надо уметь проигрывать Я никогда Не проигрывал Никогда Так это Это же Это же Ну, ну Дракула Да Я Дракула Князь тьмы Князь тьмы Пошел вон Оставь меня в покое Скорей, скорей Осторожнее Не поспользнитесь Он еще советы дает Привез меня к вампирам Я напишу на вас телегу Тогда поглядим Я же сам не знал Не тяните Сами не тяните Забирайтесь мне На плечи Так ведь это опасно Тихо Тихо Осторожно Я же упаду Не раскачивайте веревку Не бойтесь Все будет хорошо Вы ушиблись Наконец-то вы меня нашли Это кто? Канарейка? Нет, это Синьорина Луна Ах, Луна Солнце зайдет Через несколько часов Надо бежать Пока Дракула не проснулся Дракула? Да, надо бежать Но как? Поищите в моем рюкзаке нож И освободите меня Скорее Нам пора уходить Скорее Я не вижу тут ножей А, вот нашел Есть деревянная лопатка Что вы делаете? Это же осиновый кол Чтобы убить Дракулу Дракулу? Ну так Держите его А, прутья Я зубами перегрузу Сил хватит Может вы попробуете? Нет, 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 нет Вы первый вызвались Ладно Так я попробую зубами Я такой зубастый Вот какой зубастый Один, два, три Ну Ну что же вы Вы тут не командуете Я сам Ну, зубастый Один, два Фракия Что там за шум? Слышите Я лишился Шести резцов Это Борис За нами гонится Пора кончать с Дракулой Правильно Убейте его и тогда Нет, вы убейте Вы Вы ведь уже держали этот кол Мало ли что Синьорина вам подала знак Мне показалось, что она У меня в рюкзаке инструкция Скорее шевелитесь Вы должны его убить Сейчас достану А вы помогайте Пошел прочь Скорее давайте руку Пошел вон Тихо 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 Если они проснутся Нам крышка Инструкция Приставить Специальный осиновый кол Груди На уровне сердца Фракия вы что Приставляю К сердцу Где у людей сердце Сердце? Не помню Забыл Чего? Возьми Вот здесь Здесь Положитесь на меня У меня двоюродный брат Мясником работает Хорошо Нет, не держите меня так Тихо Почему? У меня слабый мочевой пузырь Так мы идем или нет? Вперед Вперед Взять в руки Молот тяжеленный Взять в руки Молот тяжеленный Чтоб шум пошел По всей вселенной На всю длину Вбить кол в грудь Чтобы внутренности Наружно полезли И фонтаном Хлынула кровь Что с вами? Мне плохо Меня сейчас вырвет Уж лучше вы этим займитесь Нет У вас брат мясник Сказано вы Значит вы Ладно Хорошо Пойду вам навстречу Вы держите кол А я наношу удар Давайте сюда Молот Молот тяжеленный Держите По всей вселенной Тихо Не кричите так Вы же его разбудите Пошли Пошли отсюда Пошли в вольер Скорее Скорее Идемте Идемте Ну вы что И канареек боитесь Идемте же Быстро Тихо Тихо Войдите Ну вот Я же предупреждал По вашей милости Нас обнаружили Борис уверен Снять мерки К свадебной церемонии На костюм? Нет На гроб На гроб? Я пас А вот и цветы Фраги Вы что? Виноват Скажите правду Мне идет? Ну перестаньте Это упадничество Вы же сегодня Шенитесь На вампирши Ну да Зато потом Пойдете в свадебные Путешествия Да На кладбище Зато потом Вы всю жизнь Будете жить В склепе Ну что вы Ей богу Фраги Нельзя же все Видеть в черном цвете Увы Я стал пессимистом Кто там? Ну что еще? Господа Вам пора спускаться Гости прибыли Хорошо Сейчас Фраги Прибыли гости Пора спускаться Пора спускаться Сюда? В замок? Ну да В замок Кто-то еще будет? Ну да Другие люди Выходит мы на коне Мы спасены? Не понял Неужто вы не поняли? Нет Мы здесь не одни Бежим вниз и разоблачим их Всем расскажем об этих монстрах И спасемся Ура Скорей Скорей за мной Бегом 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 Скорей Слушайте Слушайте все Будьте предельно осторожны Ибо тут живут чудовища Бегом Бегом Слушайте А это мой будущий шестой муж А где же остальные пять? Пойдем к гостям Ты знаком с нашими живыми покойниками? Да так, шапочно Наш кузен Носфератум из славного рода Габсбурга Очень когти, когти Я советую вам сделать маникюр Смотри, какой чудный подарок преподнес мне Клем Человеческий мозг Какая прелесть Не прелесть, экстаз Прошу прощения Я могу поговорить Вон, стой Вот с этой синьорой Синьора, будьте добры Позвоните в полицию И скажите, что здесь вампиров Видимо, невидимо Не угодно ли сделать кровопускание? Бородон Бородон Борода Феллини Феллини Сюда Я нашел дверцу Нет, нет, нет Фракли Пойдемте со мной Я нашел почти нормальную девицу Нет, нет Туда, туда Наконец-то Синьорина Поскольку вы почти на... Послушайте Феллини Я должен поскорее найти Луну Уж она-то с этими тварями разберется Я здесь Здравствуйте Если хочешь Можешь поцеловать Невесту Что вы делаете? На помощь Шагуйте Скорей За мной Сюда Взять их Взять их Взять их Взять их Взять их Взять их Туда Туда К каретному сараю Туда Туда Быстро Что такое? А ваши вещи, сеньор? Не надо Они мне сейчас не нужны Взять их Сюда Скорее Феллини Фракия Фракия Скорей Там коляска Скорей Быстрее Быстрее Лошадей нет Лошадей нет Бежим Бежим Там есть другая коляска Живей Пошли, пошли Вот она Вот она Коляска Она Живо Нас Домчит Уселись Гони Скорей 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 Случилось Несчастье У Кучера Отвалилась рука Придется Приходить В другую коляску Скорей Скорей Садитесь Вот Скорей Скорей Теперь Будьте Спокойны Синьорина Это Надежная Коляска Держитесь Крепче И не бойтесь Сейчас Полетим Ваши Вещи Синьор Да не нужны Мне Они сколько Раз вам Повторят Уберите Их отсюда Не нужны Мне вещи Нет Нет Будьте Человеком Взять Его Схватить Уберите Его Трус Подлец Язычка Пламени Испугался Ну что же Мсти Пришел Твой час Трус Получеловек Рабская Душа Взять Я приказываю На помощь Помогите Помогите Ах Франки Синьоры Наши вещи Проклятия Да не нужны Мне они Иди К черту А в какую Сторону Вы мне Посоветуете Пойти Туда Вон туда Благодарю Вас Я пошел Ракья Ракья Мы здесь Внизу Пошевеливайтесь Нельзя Нельзя терять Ни минуты Мы не можем Ждать Прыгай Но ведь Здесь Метров Тридцать Раскройте Зонтик Он будет Вам Вместо Парашюта Прыгайте Смелее Ну ладно Минутку Колта Был Осиновый Любимый Любимый Что? Фильм Кончился Кончился Ну Слава Богу Сеньор Вы Забыли Зонтик Спасибо Пойдем 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ